День науки в Атомграде В администрации рассмотрели инициативы десногорцев Очередное заседание административной комиссии Голосование по объектам благоустройства Освоение нового уранового рудника 8 февраля отмечается День российской науки Дата выбрана не случайно – 8 февраля 1724 года Пётр I подписал указ об основании Академии наук и художеств Этот праздник не является выходным днём Его широко отмечают практически во всех научных коллективах Стало доброй традицией в этот день проводить семинары и устраивать научные конференции В Десногорске, городе Атомщиков, наука имеет первостепенное значение Работая на большом энергетическом предприятии, Десногорская молодёжь Внедряет свои инновации, актуальные для всего атомного дивизиона Об одном из них в нашем следующем интервью Иван Чернов – потомственный атомщик На Смоленской АЭС работает уже 7 лет Занимает должность оператор реакторного цеха Активно использует возможности для самообразования и повышения уровня профессионализма Дважды принимал участие в Международном форуме энергетиков и промышленников «Форсаж» В 2017 году на «Форсаже» Иван победил в конкурсе молодых специалистов Инновационный лидер атомной отрасли, представив свою научную разработку Научная работа называется «Автоматизированная система безударного плавного пуска реактора установки РБМК-1000» Суть данного проекта заключается в снижении нагрузок на электродвигатели за счёт частотного регулирования Польза от данного проекта заключается в том, что мы увеличиваем ресурс данного насосного агрегата Уменьшаем пусковые броски тока Увеличиваем межремонтный интервал А также мы снимаем регламентные ограничения по количеству запусков в час Данная научная работа, данный проект, он имеет патенты Которые позволяют применять данную систему на других электродвигателях повышенной мощности Помимо атомных электростанций Проект находится на стадии научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы В виде опытного стенда в ЦКБМ Участие в молодёжных стратегических площадках, таких как Форум Форсаж Помогает молодым специалистам становиться наиболее опытными И позволяет им расти по карьерной лестнице Моя работа стала частью моей жизни В 2012 году, когда я стал оператором в реакторном отделении Моя жизнь кардинально поменялась Потому что оперативная работа очень воспитывает человека Очень сильно закаляет его характер И даёт такие знания, которые потом служат человеку пользой всю жизнь Оставшейся в его трудовой деятельности Кем бы ты хотел стать на атомной станции? Есть такая фраза, что если ты хочешь стать директором атомной станции Ты им никогда не станешь Поэтому прежде всего я нацелен на то, чтобы оттачивать мастерство в существующей своей должности А дальше уже как жизнь сложится Иван Чернов в скором времени займёт должность старшего оператора И будет передавать свой полученный опыт коллегам На Смоленской атомной электростанции с опережением графика Завершился капитальный ремонт энергоблока номер 2 6 февраля он был выведен на номинальную мощность После завершения планового капитального ремонта Ремонтную кампанию удалось оптимизировать на 11 суток Что уже к 6 февраля позволило дополнительно выработать Свыше 65 миллионов киловатт-часов электроэнергии Ремонт охватил оборудование реакторного, турбинного, электрического, химического цехов Цеха тепловой автоматики и измерений И цеха обеспечивающих систем Смоленская АЭС уже готовится к выполнению следующей ремонтной задачи 26 марта первый энергоблок остановит на плановый ремонт Для участия в муниципальном социальном проекте Формирование комфортной городской среды Десногорцам прежде всего необходимо самим выйти С инициативой на общественную комиссию По улучшению благоустройства территорий своего дома 1 февраля на заседании общественной комиссии Обсуждали заявки собственников многоквартирных домов В январе 2018 года Десногорск приступил к реализации Федерального проекта «Комфортная городская среда» Основу этого проекта должна составлять инициатива граждан На сегодняшний день проходит активное обсуждение Общественных зон и территорий города Создана общественная комиссия для проведения оценки предложений Поступающих от десногорцев Комиссия состоит из компетентных специалистов администрации Руководителей коммунальных служб Депутатов горсовета Представителей общественности города А также и собственников многоквартирных домов На сегодняшний день в рамках реализации проекта Формирования комфортной городской среды В общественную комиссию обратились две инициативные группы Собственники многоквартирного дома номер 1 Из второго микрорайона И первого микрорайона дома номер 10 Инициативные группы предложили общественной комиссии Рассмотреть возможные варианты благоустройства своих дворов По результатам обсуждений инициатив и рассмотрению возможностей благоустройства заявленных дворовых территорий Общественная комиссия поддержала предложенные инициативы И теперь уже в этом году во дворе второго микрорайона у дома номер 1 Будет расширена парковка За асфальтированные пешеходные дорожки Установлены бордюры, газонные ограждения, скамейки и урны А во дворе дома номер 10 первого микрорайона Добавят парковочные места, покроют асфальтом пешеходные дорожки И установят бордюры Опыт работы социальных проектов по созданию комфортных условий в Десногорске Показывает, что инициативное обращение десногорцев Их активная позиция и участие в общественной жизни города Всегда находят поддержку и понимание у администрации И руководства градообразующего предприятия Я со своей позиции, как житель нашего города Всесторонне поддерживаю эту инициативу И надеюсь, что у муниципалитета хватит финансирования, чтобы реализовать эти программы В Десногорске продолжается борьба с нарушителями тишины и спокойствия в ночное время Подробности далее 6 февраля на заседании административной комиссии рассмотрели 19 протоколов По статье 27 областного закона Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время По трем протоколам члены комиссии провели профилактическую беседу И вынесли предупреждение Пятеро нарушителей заплатят минимальный штраф в тысячу рублей Семеро по полторы тысячи Ну а наиболее частые гости административной комиссии заплатят штрафы от двух до трех тысяч рублей Выбор общественных объектов для благоустройства в Десногорске в 2018 году продолжается В городе проходит голосование по двум проектам «Комфортная городская среда» и «Мой любимый город» Жители участвуют активно Всего по двум направлениям проголосовали 12 тысяч 585 человек По проекту «Комфортная городская среда» Лидирующую позицию занимает территория парковой зоны между первым и вторым микрорайонами Но жители выбирают для благоустройства и другие объекты Ну, наверное, парковая зона, этот миросвятитель, борцом молодежи Надо бы, конечно, тут и больше людей будет собираться Ну, в смысле, какие-то мероприятия будут проводиться Побольше скамей, чтобы люди отдыхали Ну, что там? Ну, так, посадить что-нибудь Ну, деревца какие-то там красивые, ну, цветочки красивые, чтобы было По проекту «Любимый город» – это реконструкция центральной парковой зоны По нему собрано свыше 11 тысяч голосов И вот мнение горожан Я бы высказался за реконструкцию сцены Сцена, с моей точки зрения, находится в наиболее плачевном состоянии И наиболее требует, так сказать, реконструкции и ремонта Голосование продолжается Оставить свой голос можно на сайте Десногорск.админ.дефис.смоленск.ру В интернете на площадках Десногорск пресс-служба Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Вконтакте И по адресу Десна.дефис.пресс.собака.админ.дефис.смоленск.ру Уважаемые дисногорцы, принимайте активное участие в голосовании Давайте сделаем наш город лучше В завершении выпуска новости Росатома В Забайкалье началось строительство нового уранового рудника Приоргунское производственное горно-химическое объединение Готовится освоить месторождение Которое, по оценкам специалистов Минимум на 30 лет Обеспечит атомную отрасль Бесперебойной поставкой стратегического сырья Индия, Китай, Турция, Египет, Бангладеш На сегодняшний день Росатом располагает Самым большим в мире портфелем зарубежных заказов На сумму свыше 130 миллиардов долларов Но в рамках заключенных соглашений Российские атомщики обязуются не только построить 33 атомных энергоблока в разных уголках земного шара Но и обеспечить бесперебойную поставку топлива для этих АЭС На все время их эксплуатации И в этом отношении зарубежным партнерам не о чем беспокоиться Ведь работа в этом направлении уже ведется Забайкальский край, город Краснокаменск Именно здесь, на базе крупнейшего в России и мире уранодобывающего предприятия Начинается строительство нового уранового рудника В конце 2017 года госкорпорация выделила первые 389 миллионов рублей На возведение подстанции, необходимой для обеспечения стройплощадки электроэнергии Сегодня в Забайкалье уже поставлена большая часть оборудования И со дня на день должны начаться строительно-монтажные работы Планы на ближайший год определены В настоящее время согласованы и начинаются конкурентные процедуры Осуществления закупок оборудования и закупки услуги То есть строительно-монтажных работ Для строительства следующих уже объектов Это в первую очередь очистные сооружения шахтных вод Запасы Аргунского и Жерлового месторождений оцениваются в 40 тысяч тонн урана А это значит, что минимум 30 лет атомная отрасль будет стабильно обеспечиваться стратегическим сырьем Данный проект весьма важен и для Краснокаменска Ведь запуск рудника позволит сохранить 2,5 тысячи рабочих мест А почти миллиардные отчисления в бюджеты всех уровней дадут городу возможность развиваться Этот проект является ключевым От этого проекта, можно сказать, зависит будущее жизни города Поэтому к этому проекту прикладываются и ключевые усилия И основное внимание уделяется, естественно, всему, что происходит И всему, что связано со строительством рудника Первая очередь рудника должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году А уже к 2026 году объект выйдет на проектную мощность 850 тысяч тонн руды в год Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания